Позвольте мне заключить. Тут совершенно разные вещи, то, что поднялось сегодня, это совершенно другое направление. Использование адаптогенов и прочее, это все очень важно, интересно, но это не тема, так сказать, конференции, и доказательная база такая еще относительная. Ну, если мы говорим даже о ранних стадиях рака молочной железы, а вы знаете, что к ранним относятся все операбельные формы опухоли. Даже и в этом случае выбор лечения чрезвычайно сложен, поэтому в свое время, ну, там, несколько лет назад, начиная с 2000 года, вынуждены были, то, что я показывал, перейти на определение подтипов заболевания, intrinsic subtype, так сказать, биологические подтипы заболевания. В рамках любой стадии могут быть подтипы заболеваний, которые иногда важнее, чем сама стадия для выбора лечения. Но все-таки более-менее выбор определен, и понятно, что при гормонозависимых опухолях, там необходима гормонотерапия, разная в зависимости от пре- и постменопаузы. И с помощью, допустим, определения молекулярно-генетических подтипов онкотайп, там, ДДХ, например, или ПАМ-50, можно определить ту группу, которая, кроме гормонотерапии, или даже скорее, в первую очередь нуждается в химиотерапии. Или, если это хер-2-позитивное заболевание, обязательно использование антихер-препаратов, если трижды негативное, желательно, безусловно, эффективность химиотерапии, и даже, может быть, всегда надо начинать с химиотерапии, даже при ранних стадиях, чтобы определить, в принципе, чувствительность к этому лечению. Конечно, значительно сложнее выбор лечения при тех формах заболевания, которые мы сегодня обсуждаем. Это метастатические хер-2-негативные случаи рака молочной железы. Это особенно сложно, потому что, с одной стороны, очень много работы, публикаций в этом, десятки. С другой стороны, нет устоявшегося определенного мнения наилучшего пути выбора такого лечения. Вот и Розеф Григоров упомянул, и другие докладчики, что, в принципе, при планировании начала такого лечения необходимо повторное трепант-биопсии из отдаленных метастазов, чтобы убедиться хотя бы иммуногистохимически, с чем мы имеем дело, какой подтип заболевания, действительно, там, хер-2-позитивный или трижды негативный и так далее. То есть, это может быть совершенно новое заболевание другого биологического подтипа. И вот в этом случае, когда мы говорим сегодня и в основном говорим о новом препарате Рибулин, хотя, казалось бы, он похож на токсана, но и это совершенно другой препарат, оригинальный препарат, который эффективен даже в том случае, когда уже исчерпан эффект длительной адювантной терапии или уже там в первой линии использования андроциклинов и токсанов. Совершенно новый препарат. Он позволяет получить еще дополнительные, многие месяцы дополнительного излечения заболеваний или длительной такой стабилизации процесса. Конечно, если говорить о подгрупповом анализе, мы видим подгруппы, которые особенно выигрывают от этого препарата. Это больные, которые нет экспрессии гормональных рецепторов, больные. В принципе, он эффективен при любых формах, но в меньшей или меньшей степени, как было показано в докладе профессора Григорова, где-то там, особенно в первых исследованиях общая выживаемость мало отличалась, но когда посмотрели подгруппы и суммировали все исследования, так сказать, метаанализ своего рода, то видно, что препарат особенно эффективен в ситуациях, когда нет экспрессии рецепторов стероидных гормонов. Когда есть экспрессии HER2, второго рецептора, там тоже эффект есть, но там есть и препараты, которые помогают, допустим, герцептин, тростозумаб и так далее. Там есть и другие пути улучшения результатов, есть резервы. А вот в ситуации, когда опухоль HER2 негативна или опухоль рецептора негативна, здесь вариантов не так много. Но единственный прежний вариант – это использование антиметаболитов, метатриксаток, селодок и так дальше. Ну, токсичное лечение – это очевидно. И я думаю, что вот, как и все другие препараты, рибулин пройдет и следующие линии. Вот сначала он применялся в этих исследованиях, в третьей, четвертой, пятой линиях. Постепенно он передвинулся в более ранние, как бы, фазы, в первой фазе. Если в одевантном лечении применялся уже токсаны и антрациклины, то можно начинать с рибулина, не дожидаясь, так сказать, каких-то линий при метастатике, при диссиминированных формах рака, то есть сходу. Чем раньше будет, значит, этот препарат, тем более эффективно лечение. Я думаю, что следующим шагом будет использование этих препаратов, как неодеванты, лечения уже есть такие отдельные, как неодеванты при местно распространенных, но не метастатических формах. И, конечно, со временем он войдет, конечно, в одевантные режимы, как препарат менее токсичный, высокоэффективный. Ну вот и тот опыт, который уже демонстрировали в работе Дрюсифа Григорова и Татьяны Юрьевны показала, что все-таки вот даже фибрильная нейтропения, которая развивается после рибулина, она, во-первых, легче и без особого медикаментозного лечения, без колонии стимулирующих факторов восстанавливается к следующему введению. То есть даже вот побочные эффекты, хотя бы схожие с токсановыми, они другие, они легче поддаются восстановлению без дополнительного лечения. Тоже очень важно. Нетоксичность лечения качества жизни. И я думаю, что мы имеем все основания преодолеть это противоречие между безусловной эффективностью препарата и относительно редким назначением в практике вот этого препарата. Потому что медицинская общественность, онкологи, врачи должны знать о тех преимуществах использования новых подходов к лечению. Знать, так сказать, не просто так и общее направление, а в деталях. Вот в каких случаях кому показано и где возможно помочь нашим пациентам. Конечно, необходимо дальнейшее исследование типа коус-эффективность, стоимость-эффективность и для многих этих пациентов вот этот показатель может быть чрезвычайно выгодным. Потому что бесконечное применение эффективных препаратов в многих линиях, а потом лечение токсических эффективных может оказаться значительно дороже, чем использование эффективного препарата в соответствующей линии. Я думаю, что мы ведь не только вот здесь в аудитории это обсуждаем, это идет трансляция во многие города. И будут еще конференции, предстоит большая конференция в ноябре месяце в Москве, в Конгрессе, где можно поставить этот вопрос более широко, где будут присутствовать не менее там несколько тысяч врачей из разных, не только регионов Российской Федерации, из бывших наших союзных республик, из стран Средней Азии, Кавказа, Прибалтики, где снова надо обсуждать вот этот вопрос. Спасибо вам всем за внимание и за участие в нашей импрессии. Спасибо большое.